Итак, вот вроде бы обычный пол, а нет, вот такой вот веселый и играющий, прям как на пианино, а такого быть не должно, вон эта доска вообще особенно проваливается, это не я такой отожравшийся и толстый, не, я конечно толстый, но не до такой степени, эта центральная балка судя по всему прогнулась, а это ничего хорошего, так сказать, вот. Вот, еще немножко интересного, как мы не старались красить вольеры, мы не смогли спасти их от ржавчины, вроде бы в целом-то как бы ничего страшного нету, от ржавчина поверхностная, но вот только не во всех местах, к сожалению, самые вот больные места, Я специально вот здесь опил насыпал, чтобы хоть как-то подсушивало Самые больные места, то есть нижняя часть вольеров, соответственно, куда собаки могут пописать, куда постоянно попадает дождь косой, они уже нахрен сгнили Как это писать, тоже непонятно, причем этот вольер не один такой Вот у того самого дальнего вольера точно такая же история, с точно такой же примыкающей балкой Вот еще одна интересная проблема Нужно полностью менять верхнюю часть крыши у будок Потому что тут уже, в принципе, ничего живого и целого не осталось Вон что Из-за того, что крыша двухслойная, а это, так сказать, необходимо для того, чтобы в будках было тепло Верхний слой досок иногда имеет свойство гнить не везде, но вот конкретно у этой будки вот так вот И таких будок, если присмотреться Так, сейчас, оп Вот там тоже такая же история В принципе, как вы могли заметить, проблем, о которых мы не говорим, чрезвычайно много И, к сожалению, из-за того, что средства на последние экстренные, так сказать, нужды мы собрать не можем То нужды поменьше мы откладываем до последнего Как показала практика с вольерами Все это откладывается зря Все это откладывается зря, потому что в конечном итоге виниют балки Разваливаются вольеры Разваливаются будки А денег на то, чтобы своевременно восстановить, это просто нету Да, Иваша? Я тоже так думаю Я тоже так думаю